хей ога и сами шумки мы продолжаем родить руку на зоне розовая пантера фокус-покус фокус-покус дам давайте мы как я говорил антенна дадим попробуем ладно поговорим какой благословенный день что-то случилось со мной или снег стал белей небо небеснее птички чудесней а какой смысл был у меня тогда его уже давать я пуст как это ведро ладно погнали тогда думать что делать с антенной дождите хотя метеорит можно попытаться отдать мужику давайте еще 100 и сделаем стоять сначала берем черную дыру юзаем куда-нибудь чтобы мы смогли перенестись в другую локейшн может на с них выбросить давайте попробуем сначала снег давайте сначала попробуем на снежок вылил проверяйте тогда какие варианты знаете вот такая игра и кажется что она меньше чем-то это слишком запутанно плане того что я даже на помощь что это она так блестит ярче солнца я бы взял твой магнитофон и диски любом не проблема не лучшее место для просмотра телепередач проблемы давай ремень спасибо не хочу но спица тоже не вариант понимаете нету тоже вариантов никаких нету что делать тут что-то беленькое не знаю на то скорее все текстура мне нужно что придумать мне нужно где-то взять как не зацепить вот как я наверх зацепить не цепляйте теперь мне нужно получается как-то зацепить на крышу чтобы девчонка была рада мультфильм хорошо бы меня было двое и чтобы именно мне не приходилось держать антенну для других вот он только что сказал двое у нас больше ничего такого нету поэтому мне нужно взорваться больше не могу работать розовый антенный вот он только что сам сказал возвращаемся возвращаемся к тому мужику тогда говорим ему так 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 то нам нужна твоя помощь типа постой виде антенны пока я у девчонки заберу ее кассеты после чего ты ты же можешь свалить а я пойду крыса мой благословенный день что-то случилось со мной или снег стал белее небо небеснее птички чудесный давайте вот в чем вот как что мне что мне с ним делать не врубайся короче посмотрел я даже похоже это слабенькое землетрясение подняла моего мамонта на поверхность футбол и конечно но чуть более сильное землетрясение освободила бы его окончательно что нам нужно сделать короче нам нужно лететь к морю для чего оказывается ребятки там есть пещера до пещера гг откуда я мог знать что там пещера здесь так темно что невозможно ничего разглядеть даже шаг и сделать страшно по моему английский поэт джон милтон сказал что быть слепым не так уж страшно а страшно то что ты не можешь справиться с этим печально но это как раз при меня включите свет так нажимаем пантеру это уже понятно что делать еще часть памяти так так это страничка из моей книги знаний а я ничего не говорю я пытаюсь достать нечто очень маленькая из этой стены а что это знаю а зачем она тебе в таком случае дело в том что я мечтаю стать археологом это может стать моей первой великой находкой а почему ты так думаешь древние рукописи мертвого моря были обнаружены к востоку от этого места в иордании не могу дотянуться но у меня есть то что ты можешь использовать что-то это может быть это поможет спасибо не знаю пригодится ли мне это ну а что там как дела ура ура мне удалось что это я не знаю так берем спицу это пинцет или или и а он разве и называл себя он теперь мы отдаем мужику очки ну почему потому что видно что ему солнышко немного глаза херячет и он по любым разрушит использовать пинцет послушай илья и здесь такое яркое солнце примере эти очки это ты разрушитель исправился спасибо за очки это было на твоей совести главный никому ничего не говорить наверное перегрелся на солнце у меня бред потому что мне кажется теперь можно сказать что он может что он не хочет ух ты какой огромный она весит около 3 фунтов я все-таки песню а у у у о о о Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что я когда чекал прохождение, так у нас уже серия загрузилась, ждём тогда... Полетели... Ну всё, песня закончилась, это хорошо, ребят, оказывается есть хотя бы какой-то единственный плюс... Как можно скипнуть песню, вот так вот... Не нужно напрягаться... Окей... А зачем нам яйцо? Гриб... Окей... Давайте полетел бы тогда... Ммм, когда? Ну... Гриб... Нам нужно что-то мёртвое... В нашем случае это грибок... В данном случае... Теперь нам нужно... Что-то сделать с... Клоуном... Чтобы он пошёл за нами... Можешь яйцо всё-таки? Мне никогда не удавалось донести яйцо, не разбив его... Среди нас есть гриб... Шутки... Что мне делать? Мне нужна антенна... Что мне делать? Бля... Не знаю... Кажись чего-то я не догоняю, ребята... Нам нужно, оказывается... Было... Прийти сюда... Шутки перестали работать... Не работает... Тут кучка снега... Нужно было в неё прыгнуть... Хотя и на неё помните, если... Что нажимал? Свеженький сугробчик... Я уже сюда нажимал... Смотрите-ка... Пантерообразный снежный ангел... Берём... Берём... Водичку... Заливаем... Водичку... Получаем... Мне всегда хотелось иметь братика-близнеца... Получаем пантеру... Берём пантеру... Ставим наверх... Вообще ничего не видно... Ничего... Ты слышишь меня? Берём... Не зри... Не зри... Не зри... Не злaires... Ты-то точно сможешь стоять на морозе в одной позе ... Пока девочка не насмотрится на своего Леопольда. я люблю тебя теперь мы с вами идем к ней в дом теперь скорее всего мы можем взять видеокассеты так ведь действительно горячо да к тому же и сладко да и к тому же сладко так нам нужно крысиному королю поэтому мы к нему просто сейчас съедем как и обычно начали действовать вот суру ну блять я ж на тебя нажимал ты просто был не активен почему почему держи кассетку видео кассет вы есть проектор давай посмотрим это уже лучше да это просто потрясающе благодарю за землетрясение король такс можно считать что мы теперь здоровы пора заняться нашим духом и всем прочим а поехали падение сейчас должна были освободить мамонта что эта крыса делает ладно это может вызвать взрыв дети прошу вас не пытайтесь проделать это дома яичко для чего мне нужно было склонам говорить готова нам предстоит небольшое путешествие так что уложи свой хобот в чемодан привет не люблю говорить о себе но все же скажу это я бывший клоун которому ты помог с удовольствием помогу и я тебе спасибо олег тебя сам бог послал очень впечатляет а то вам у нас есть то необходимое а теперь то мы с вами точно сделаем то что нужно что вот теперь за я достал нужные ингредиенты что нет давай начнем с простого чтобы сделать бессмертную русалку мне нужно то что живет в самом соленом море а дальше что еще нам нужно надо было зазе типа такой крик грибочка добавить он же все-таки живой а это еще что такое чтобы сделать волшебную принцессу тебе понадобится царственный смех принадлежащий кому-то огромному с промозглым прошлым ну и кто самый большой мама а как насчет промозглого прошлого так вот я нашел его во льдах вечной мерзлоты в сибири но и где же царственный смех надеюсь что будет и ты не знаешь какой-нибудь анекдот знаешь что обычно говорит друг розовой пантеры колобок когда выходит из бани гарик может быть не стоит а опять забыл вымыть шею это было смешно только когда я услышал это в первый раз чё вы думаете я тут сижу в таком виде а вы развлекаете это огромное чудовище своими идиотскими шутками это достаточно царственных думаю это весьма царственно итак это уже кое-что мы не не можем а а а а и так это уже кое-что мы не можем приготовить снадобья без чего-нибудь типичного для ниндзя может просто отдадим ее в школу в восточных единоборств о точно стоять тебе придется поискать что-нибудь еще поиск весь пояс держу пари что черный пояс придаст нашей маленькой принцессе ловкость и мастерство и ей не будет равных замешивай умса-бумса-крямс и брямс убирайся черный сглаз меса-беса-фись-вивись бессмертная принцесса нам явись фингли-мингли ингда-бингда ты русалка это видно фич-мич-бич коч-моч-поч убирайся монстр прочь тис-тис-тис преброчение свершись Найс, а где что у нас? Правильно, минус звук. Значит, сохранить заново. А-а-а, даже так. Ммм, вкусно. Ммм, вкусно. Окей. Так, так. Ну, я как обычно смотрю заново, вы же нет. Вот это да! Ты, ты... Я хочу есть, я умираю от голода. Я готова съесть целого слона. Начну с этого. Нет. Глазам своим не верю. Получилось. Ты, ты... Ты... Это не твой день. Что же нам делать? Да что с тобой? Неужели отравленная спящая принцесса представляет собой что-то из ряда вон выходящее? Любой уважающий себя волшебник знает, как снять заклинание. Конечно, я знаю, как снять заклинание. Я не говорил, что не знаю, как это сделать. Вот именно это заклинание очень даже легко снять. Очень хорошо, Гарик. Так в чем же дело? Действуй, а заодно верни слова в мою книгу знаний. Да. Я могу снять это заклинание. Но, к сожалению, сию минуту сделать это невозможно. Дело в том, что мне нужны для этого специальные ингредиенты. Как и на этот раз. Волшебная, волшебная, русалочная принцесса-нидзя. Все понятно. А что конкретно тебе нужно? Очень хороший вопрос. И очень простой ответ. Ну, не томи. Да-да. Эээ... Для того, чтобы разбудить спящую принцессу, нужно взять две вещицы. Хранилище человеческой души и слезную мольбу человека с красной кожей. Хранилище человеческой души и слезную мольбу человека с красной кожей. О, какой ужас. Ай-яй-яй, розовая пантера. Жизнь девочки висит на волоске. У тебя что, голос изменился? Взрослеешь, друг мой. Я рад, что оказался свидетелем этого. Мне кажется, что-то здесь пошло не так. Поспеши, розовая пантера. Мы должны разбудить Виолетту. О-о-о-о-кей. Мне кажется, это Мак начал говорить вместо него. Давайте посмотрим быстро о локациях. Одну из каких-то... Или сколько у нас их будет? А Африка? Не, ну в Индию. Что тут у нас будет странного и интересно? Мимо шел, дай, думаю, загляну к вам. Ты бог ветра? Нет. Тогда-то нам не интересен. Ну, сразу. Плавники. Это хвост и плавник огромной акулы. Для чего отрезали хвост и плавники у акулы? Все очень просто. Ради денег. Ради денег? Но это так жестоко. Мы получаем за это много денег. Окей, ну водичка нужна. А-а-а. Ты никогда не знаешь, пригодится ли тебе когда-нибудь простой мешок? Ну? Ну ладно. Ладно. Надо сделать вот так. Теперь берка твоя. Вы, случайно, не хранители человеческой души? Нет, мы буки-бяки. Мы всесильные буки. Мы мореплаватели и торговцы, которым не страшны никакие ураганы. Но для хорошего урагана необходимо хотя бы легкое дуновение ветра. Буки, да? Когда я был маленьким, мне рассказывали истории про буку-бяку. Это про нас. Но как же так? Ведь буки-бяки – это ужасные существа. Какое вы к ним имеете отношение? Вы буки. Можно мне называть вас буки? Вы не обидитесь? Нашими предками были бесстрашные пираты, которые грабили торговые и прочие суда. Они расправлялись с каждым, кто вставал в них на пути. Ах так! Тогда все понятно. Несколько месяцев назад соседнее племя буки ограбило лодку. Они убили всех, кто был на борту. Это было очень мило со стороны соседнего племени буки. Да, но впоследствии они очень сожалели об этом. Окей, я могу ли попасть на остров? Опа, я могу попасть вот он. Так, змея. Цветок. Цветок. Привет, я морская змея. Моего яда достаточно, чтобы вырубить 70 взрослых людей. Я самая ядовитая змея в мире. Спасибо за инфу. Это мурена выглядит очень голодный. Ее острые зубки пугают меня. Может быть, предложить ей что-нибудь, а то, как бы она не съела меня. Там он змея, да? Привет. Я морская змея. Моего яда достаточно, чтобы... Наконец-то он закончил. Говорит, ладно, давай с тобой. Эпитафия для умирающей белой акулы. Моя печаль была бы иной, Коль скоро я бы целиком отправилась к кому-нибудь на стол. Но изувечить бедную акулу просто так, Не ради ее мяса или шкур. Я муки приняла из-за своих акульих плавников. Какой позор и горе! Ах, если б силы мне вернуть и отомстить за все. Мх, какая трагедия! Великая акула, клянусь, я верну тебе твои плавники. Или меня зовут не Розовая Пантера. Я буду тебе очень признательна, Розовая Пантера. Мы возвращаем ему вещи. И что мы получаем? А мы получаем то, что он съест всех рыбаков. Ммм. Окей. Давайте тогда на этом, я думаю, остановимся. В следующей серии отправимся в другую часть локации. Поэтому всем спасибо за просмотр. Собьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.